В доме на Самарской 223, рассказывает Светлана Григорян, выросло 4 поколения ее родственников. Проживать в центре города удобно. 10 минут до набережной, пару минут до площади Куйбышева и меньше минуты до ближайшей остановки. Когда в границах улиц Новосадова и Осипенко построили станцию метро Алабинская, которая соединила отдаленные районы Самары с центром, стало понятно, что последняя станция на первой линии Самарской подземки расположится в старом городе. Дом Светланы по Самарской 223 в связи со строительством станции метро Театральная попал под расселение. Но переменам, отмечает жительница города, она даже рада. Жилищные условия необходимо улучшать. Я вообще очень довольна, что все-таки до нас дошли. И можно на что-то надеяться лучше. Я хочу лучше для своих детей и внучки. У меня одна комната, 13 метров, так что квартира не помешает. Пусть даже будет однокомнатная, но хотя бы с удобствами. В зале администрации Ленинского района жители нескольких десятков муниципальных квартир. У каждого свои истории и пожелания по поводу предстоящего переезда. Расселение домов в зоне строительства, как и всегда в таких случаях, вынужденная мера. Объясняют жителям Самары глава города Елена Лапушкина, министр строительства Николай Плаксин, юристы, подрядчики и представители жилы инспекции. Метро строится на территории старого города, где дома имеют ограниченные технические характеристики. Ранее была дана экспертная оценка. Есть жилье в статусе аварийного. Кроме того, часть зданий нельзя будет эксплуатировать после возведения метрополитена из-за акустического и вибрационного воздействия. Большая часть зданий, они там старых лет постройки и без фундаментов. Из-за этого не только по причине прямого воздействия, а санитарно-эпидемиологических норм, акустических, вибрационных. Все это будет отображаться на благополучии в дальнейшем при проживании в этих домах. Поэтому оставить дома на прежнем месте не представляется возможным даже с технической точки зрения. А вот обеспечить людей более комфортным жильем Министерству строительства под силу. При этом интересы жителей будут максимально учтены, и каждому из них достанется комната и квартира площадью не меньше предыдущей. Учитывая метраж куда более современного жилья, даже больший. Кроме того, 9 объектов культурного наследия будут сохранены и перепрофилированы из жилых в административно-хозяйственные постройки. Власти заверили участников встречи, вся консультационно-правовая помощь будет оказана в полном объеме адресно. Разъяснять, разбираться в нюансах будут регулярно и столько, сколько потребуется жителям, чтобы для каждого была обеспечена понятная и прозрачная процедура. С 5 числа будет открыт кабинет, в котором квалифицированные специалисты-юристы в сфере жилищного строительства будут оказывать необходимую всем консультацию. Ну и со своей стороны хочу сказать, что двери Министерства строительства для всех открыты. Пожалуйста, мы готовы к любому диалогу. Соблюдению прав граждан и законодательных норм будет уделено особое внимание. Специалисты выступают за индивидуальный подход к каждой семье и каждому человеку. Безусловно, вопрос очень сложный. К каждой семье отдельные истории. Вы слышали прекрасно, у кого-то больные родные и близкие, у кого-то дети учатся в центре города. Кто-то 40 лет живет на этой территории и предпочитает остаться на этой территории. Будем встречаться до тех пор, пока каждый человек не получит квартиру. Проект строительства станции метро «Театральная» был одобрен и утвержден 30 сентября прошлого года. Новая ветка пройдет по улице Галактионовской на участке от Вилоновской до Красноармейской в непосредственной близости от площади Куйбышева и театра оперы и балета. Несмотря на то, что запуск масштабного необходимого для города объекта требует непростых решений, в администрации города просят жителей Самары отнестись к возведению новой станции метро с пониманием. Ведь завершение строительства первой ветки соединит жилые микрорайоны Беземянка и Юнгородок с историческим центром, доехать до которого можно будет всего лишь за 20 минут. При этом существенно сократится интервал движения поездов с 12-15 минут до 5-8. Увеличится и пассажиропоток не менее чем на 15%. Важный инфраструктурный проект позволит решить и другие транспортные проблемы, а также положительно скажется на инвестиционной привлекательности региона, даст новый импульс развитию Самары. Ольга Павлова, Константин Головин. События.